Утро 30 марта. На пересечении улиц Мусоргского и Карпинского произошло столкновение машин. Форд двигался по Мусоргскому в сторону Красина. Киа вылетел на перерез по Карпинскому. Не тормозал, ударил её и сюда вылетела, прям на меня. Столкнувшаяся машина вынесла на тротуар, рядом с которым, ближе к дому, стоял припаркованный грузовой «Мерседес». Мы выгружились, что собрался уезжать. А тут начали. И такой удар сразу, да? Первый удар был сильный, потом уже на меня. Александр уже завёл «Мерседес», но отъехать не успел. Приехала к нему. Причём с такой силой, что в «Мерсе» сработали подушки безопасности. Форд зажала между двумя машинами. За рулём Форда находилась 38-летняя женщина. Суфруга за рулём была. Её доставили в больницу? Ну, в четвёртую больницу. Сильно пострадала? Ну, пока не знаю. По данным ГИБДД, у пострадавшей диагностировали ушиб грудной клетки. Это куда прилетело-то? Там сзади валялось. А вот улетевшее от Форда колесо. Позже, когда водитель «Мерседеса» безуспешно пытался отъехать, открылся покорёженный перед Форда, по которому стала понятна сила удара. Какой? Кто гостик отъезжает? А вот молодые люди, находившиеся в Киа. Сотрудник ДПС подтвердил, именно водитель Киа виновен в аварии. Но вот беда. С русским языком у парней проблема. Кто по-русски хорошо знает? Вы быстро ехали, скажете? Да, я вы ездил. Быстро? Вы не видели, что это главная дорога? Вы сколько за рулём? Шестнадцать. Что? Шестнадцать. Шестнадцать лет? А, лет? Сколько лет за рулём? Двадцать трёх. Двадцать три года за рулём? Сколько лет? Три года за рулём? Посмотрите, что сделали. Вы не видели? Вы не смотрите по сторонам? Да? Не смотрели? Да. Женщину в Форде спасли ремень и подушки безопасности. А ещё повезло тем, кто мог по пешеходной зебре переходить дорогу и попасть под автомобильную раздачу. Чуть позже на улице Орженикидзе пострадал именно пешеход. Семидесятилетняя женщина переходила дорогу рядом с пешеходной зеброй. Эти несколько метров стоили ей жизни. Сбитая мазом, пенсионерка получила смертельные травмы. Мы ещё раз обращаемся к участникам дорожного движения. Будьте максимально бдительны и внимательны.